Росписи миниатюры Я только крашу Крашу всякое Дайте немножко в центр мы распределим Потому что я туда буду выкладывать и на демонстрацию Вот я приволок танчик Ну просто танчик Почему я его взял Потому что у него Это американец У него очень много скаток разных Эти скатки я красил В общем-то теми же самыми красками И теми же самыми техниками Которые я крашу минки У нас здесь эта ткань Нам надо показать ее текстуру Почему вообще в чем основная проблема Росписи миниатюры Росписи фигур и прочего Если мы посмотрим на предмет одежды Видите вот у нас здесь темная тень В глубине Выступающие части более светлые То есть если мы сделаем фотографию Любой камерой И в фотошопе потыкаем пипеткой И мы увидим что цвета разные На миниатюрах На самом деле рельеф тоже пролит Некий Но Маленький объект И большой объект Мозг человека воспринимает По-разному И глаз Поэтому если мы хотим Чтобы было естественно И красиво Нам все вот эти вот Высветления и затемнения Нужно вручную прокрашивать Все до одного Естественно на уровне Игровой миниатюры Мы этого делать не будем Потому что если вы будете Прям идеально все Супер прокрашивать У вас скорее всего Эту миниатюру просто стянут Потому что очень она будет красивой И никто ей не будет играть Да То есть здесь нужен Некий разумный компромисс Потому что Ну даже насколько я знаю Вот в том же Как называется это ваше Вархаммер Вархаммер Да Вархаммер У геймс варкшопа У них есть Отдельно как бы Показывают Они в принципе Некую роспись А у них есть именно Золотая кисть по-моему Да или что-то такое Некий конкурс Именно по росписи Их миниатюры Естественно Этими миниатюрами Никто в здравом уме не играет Ну может кроме там Билла Гейтса И Илона Маска Когда они встречаются То есть Простые люди так не делают Поэтому соответственно Наша задача Покрасить так Чтобы оно было Более-менее презентабельно Но при этом В разумные естественно сроки Плюс еще надо всегда учитывать Что когда мы Говорим о настольной игре Когда мы красим армии Здесь есть тоже свой нюанс Ну элементарный пример Не знаю были-не были В музее русско-японской войны У нас на Мойке У них собрана вся коллекция В 700 масштабе Всех кораблей Принимавших участие В боях С обеих сторон Их там два шкафа огромных Если мы каждый из них Вот рассматриваем Вот так вот Мы в каждом найдем нюансы Которым можно придраться Именно с точки зрения Качества исполнения Но когда их стоит целый шкаф Они воспринимаются по-другому То есть там уже не так Бросаются в глаза Какие-то мелкие дефекты Недостатки Аналогично и здесь Когда у нас на столе армия Это нам немножечко Ну упрощает задачу То есть нам не надо Прямо так супер-пупер Это все прорисовывать Как если бы это было На тот же самый Там золотую кисточку Да когда там Судьи будут высматривать Там каждую точечку Каждую полосочку Ну и естественно Я тоже прекрасно понимаю Что чем более Качественно мы красим Тем больше у нас На это уходит времени Вы насколько я понимаю Вам интереснее играть Чем красить ведь да Вы здесь за этим собираетесь Я-то просто Может быть Почему нам будет интересно С вами пообщаться Мы из разных лагерей Я вообще не играю Мне интересно красить Да А вы играете в настолки Но на столке Как бы по правилам Надо красить Правило трех цветов Да Что минимум три цвета Должно быть На минке Я для себя считаю Правило трех цветов Справедливым Но с одним нюансом Каждый предмет Должен быть окрашен В три цвета То есть не вся минька В три цвета А нужно использовать Три цвета На каждый цвет То есть Три на зеленый Три на коричневый Три на черный И так далее Это не сложно На самом деле То есть это кажется сложно На самом деле Если у вас есть батарея Нужных красок Это не сложно Значит зачем это делается Вообще какие есть у нас Краски Ну красите вы скорее всего Цитаделью Да Ну и в случае Финансовых кризисов Пацифика На самом деле Самая лучшая На мой взгляд краска Для росписи Миниатюры Да Это Валеха Вот я открыл Целая сумка Разный Валех В смысле Нет Вот 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 некая какая-то Валеха Чем хороша Валеха Она такая же Укривистая Как цитадель Абсолютно Она Это так же Как цитадель Там акка Мамик и прочее Это водяной акрил То есть Она идет прекрасно Под кисть И главное Не поднимает Предыдущие слои Но У нее какое есть достоинство Вот посмотрите У нее вот такой вот Тонкий носик И за счет него Краска не засыхает Десятилетиями То есть Я в свое время Купил банку В 2008 году Металлик Какая-то бронза Или золото Олд голд Старое золото У меня до сих пор Наверное Оно где-то есть Олд голд Вот посмотрите Банка куплена В 2008 году Она жива С ней все в порядке Причем Я У меня вообще Условия довольно жесткие Я миньки В основном на даче Расписываю летом То есть банка у меня Лежит в багажнике машины Она нагревается Там градусов до 40-50 Ну когда Солнце светит Сами понимаете И за счет того Что у нас здесь Узкий носик Краска Не высыхает Вот она Как новенькая И не смотря на то Что Валеха так Ну подороже Чем Цитадель Но за счет Вот этой фишки Вам Валехе хватит Гораздо на дольше Плюс опять же Валеха Краска художественная Она по качеству Своему лучше У нее один недостаток Вот Цитадель Они вообще В этом плане молодцы Вот они не пишут Там какая-нибудь Там умбра жженая Сиена бежевая Там охра желтая И прочее Нам же не нужна Охра желтая Нам нужна краска Чтобы орку Высветление сделать И вот это У Цитадели есть Они пишут Вот для чего База Вахфлиш Все понятно Орка вкрасим Там Ну Лорен Форест Это Ильфячья вообще Ну я ее тоже Для орков использую Но тем не менее Да Скарсник Грин Это тоже что-то Ороч Это скорее всего База для греченов Вот Но она база для греченов Но она Поскольку в одной тональности У нас идет Она прекрасно идет И под высветление Поэтому Наша задача Опять же мы Насколько я знаю Никто из вас не работает В геймс воркшопе И перед вами Не стоит задачи Красить Исключительно их красками Из маркетинговых соображений Поэтому В Олеху Ну обращайте внимание В Олеху очень хорошая краска По поводу Цитадели В чем главная проблема Цитадели Ну я не взял старые банки Цитадели У меня где-то здесь есть С белой крышечки Да Вот такая вот Это первое поколение Вот красок в таких банках А до этого были Да А до этого были банки Восьмигранных таких Восьмигранная стекляшка С черной крышкой Вы наверное такие еще не застали Они тоже лет восемь Как ушли со сцены А здесь в чем проблема Цитадели Ну как проблема Проблема для пользователя Она заключается в том Что смотрите Мы баночку открываем Примешаем конечно Баночку Открываем И что мы видим У нас краска Начинает стекать вот сюда Из-за того что у нас краска Стекает вот сюда Вот здесь она подсыхает Она немножко подсыхает Мы баночку закрыли Но герметично мы ее закрыть не можем Потому что там краска уже есть И она не дает нам плотно закрыть банку И банка сохнет Очень быстро Если регулярно не прочищать ножом Вот эту часть У вас все банки высохнут Ну если вы особенно Ими не красите там каждый день Да Если отложили там на 3 месяца Взяли А она превратилась уже в компот И все Вот с Валехой Такого никогда не будет То есть во-первых Не герметичная крышка Во-вторых Вы тыкаете кисточкой в краску От этого краска Этого краска тоже не любят Вообще краска Если в нее попадают Посторонние вещества Гораздо быстрее Выходят из строя Цитадель мы физически Не можем перенести На влажную палитру Не тыкнув в нее кисточкой С чем-то Поэтому Цитадель Столько сколько Валеха Не проживет никогда Просто потому Что она во-первых Здесь будет подсыхать Неплотно закрываться Во-вторых Вы тычете кисточкой С водой Может быть еще С другой краской Со всем остальным Она этого тоже терпеть не может Поэтому это надо Просто иметь ввиду И регулярно вычищать Вот эти штуки Особенно Какими-то редко Используемыми красками Иначе Вы будете регулярно покупать Мне кажется Вот честно скажу Это просто стратегия Компании Геймс Воркшоп То есть Они таким образом Продают больше красок Да Ну потому что Валеха Ну правда Если ты покупаешь краску Раз в 12 лет И ее там где-то Вот столько Ну сколько мне этого Старого золота надо Там 3 мазочка Там в год Даже если я минки Выкрасил Да Она вся как новенькая А этих уже Вот два поколения То есть у меня были Сначала квадратные Потом у меня были С белой крышкой Теперь уже вот эти Тоже не все В идеальном состоянии Поэтому имейте ввиду Дальше По поводу того Как мы наносим краску Сейчас погоди Армии Пейнтер Пробовал Армии Пейнтер Значит по поводу Армии Пейнтер Вообще Интересная очень история Мы ведь Прекрасно понимаем Что там Корпорации Там Геймс Воркшоп Корпорации Тамии Там еще всякие Они сами Это все не делают Они покупают Краску У поставщиков Фасуют ее В свои банки Называют ее Своими именами И продают Так вот Где-то Это все слухи Сразу скажу Это все слухи Я лично со свечкой Не стоял Но вроде как Вроде как Та краска Которая сейчас Называется Армии Пейнтер Это та краска Которую раньше Паковала Геймс Воркшоп Вот эти краски Вот эти краски Это вроде как Типа То что теперь Армии Пейнтер А у Геймс Воркшопа Теперь другой поставщик Это как бы На уровне слухов Никто же явно Не скажет Поэтому Армии Пейнтер Говорят хорошая По фасовке Она кстати Как Валеха Но у меня Ее нету Ну просто потому что Она мне не особо нужна Потому что Орочки все цвета У меня есть Уже цитаделевские А по модельным делам Мне Акаам И Мик И Валеха Закрывают все мои нужды Но вообще Говорят очень хорошие Именно Армии Пейнтер То есть у меня Специалист Который красит Минки В клубе Он приносил Ну я видел Что краска нормальная Ничем не хуже Давайте еще Если есть вопросы По поводу красок Какие то Уточнения Ватя тоже хотел Спросить Что за крената Вообще Никто ничего не Где спрости Зазреешь Спрашивай Значит Теперь Как мы красим Значит Методика Ткнул кистью В банку Развозюкал По модели Забудьте Так не красить Значит Для того Чтобы у вас Нормально Краска ложилась Она Она должна Быть Не такой Густой Какая она Идет В банках То есть У вас Ну вы сами Если красили Из банки Кисточкой Вы видели Что у вас Краска Оставляет Мазки Да Оставляет Вот видно Как шла кисточка Естественно Этого быть не должно Краска должна Ложиться Идеально равномерным Слоем Второй момент Негативный Если вы Тыкчете в банку То значит У вас банка Открыта Значит банка Сохнет Потому что у нас Соответственно Отверстие Вот это Большое Контакт с воздухом Высыхание идет И так далее И так далее И соответственно Если вы куда-то Переносите эту краску Оттуда красите На палитру На ту же самую Сухую У вас краска Там сохнет Практически мгновенно Ну там 5-7 минут Все краска высохла А это все краски Полимеризующиеся То есть они обратно Своим разбавителем Не разбавляются Они когда высохли Они химический состав Поменяли Все С ними уже Ничего не сделаешь Ну можно там Спиртом отмыть И прочим Но родным разбавителем Она не разводится И для нас Для окраски кисточкой Это очень круто Потому что что это значит Это значит Когда у нас Предыдущий слой высох Даже чуть-чуть Минимально подсох Когда мы начинаем Возюкать в следующем У нас предыдущий Не подхватывается Не подцепляется И кисточка к нему не липнет То есть если вы попробуете Спиртовыми акрилами Например красить Там томии той же Да То вы Вы слой нанесли Даже там сутки Дали высохнуть Начали красить второй слой А у вас разбавитель Находящийся в этой краске Растворяет предыдущий слой Кисточка к нему липнет Ворс липнет И оставляет следы Или ворсинки Что естественно Тоже не принимают Поэтому мы придумали Вот такую штуку Называется влажная палитра Из чего она состоит Я каждому из вас раздам Мы все попробуем красить Да? Я с ним красил Хорошо Каждому У меня своя Ооо Ну это вообще Экстра Экстра Да Такие штучки Это верхняя крышка От красок для моделей Они в модельных магазинах Обычно лежат Ну вот я Когда есть А тут даже вот Маркировка есть Мистер Колор С120 Очень хорошая краска Но только подъем Вот Значит Следующий слой Это салфетка Берем просто пополам Салфеточку Вот так вот Ее сгибаем Да? И равномерно кладем В нашу кюветку Ровно только Без заломов Без каких-то Да Примерно так Аккуратно 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 Чтобы выводить Прокраски Это мы когда-то думали Аккуратно Купить Кракелюр И она раздыхает И ломает Кракелюры Есть Кракелюрные Присадки У Валет Но это Валет Это художественная краска Конечно Она самая лучшая Поскольку мы Попутно Ведем запись Давайте По возможности Все по существу Хорошо Так Теперь мы Добавляем Немножко воды Ну вообще У нас А у нас Есть вот здесь Банка В идеале Кто самый неловкий У нас здесь Есть? Я Давай Твою палитру Значит Как это работает Много ли? Вот я это и показываю Берем Водичку Надеюсь Через красительный Не пойдет Наливаем Сколько-то Вот так вот Болтаем Ждем пока Она разойдется По всей поверхности А теперь Все что не впиталось Мы сливаем Обратно в банк Все что впиталось Остается Все что не впиталось Мы убираем Дальше мы берем Бумагу для запекания Ну вот у вас Белая Значит с белой Какая есть проблема Белая Более подвержена Ворсистости То есть Если у вас Частицы бумаги Начнут попадать в краску Естественно Это будет не очень хорошо Ну В принципе Можно и ее Но лучше покупать Вот такую бежевую Они стоят одинаково То есть С точки зрения Первоначального Предназначения Бумаги для запекания На самом деле Они Одинаковые Да Но с точки зрения Всех производств Которые нам нужны Лучше вот это вот Коричневое Отрезаем кусок Ну примерно вот такой Чтобы в нашу Кюветку Он попал Находим его Глянцевую сторону Чтобы ворсинки У нас Меньше попадали В кисточку И прямо кладем На На салфетку Да И аккуратно Пальчиками разглаживаем Ну вот Можно боковой Вот так вот Поверхностью Просто Хоп Можно бумагу Моя лавка Не лиц Спасибо Спасибо Так Ножницы Есть Да Он Перелет Что Маме дайте Так Давайте мы Нарахилку Берем Пока на него Чем-то не перевернули Да Мам Возьми Вот Сюда Теперь Уже Твоя ответственность Всего Мы пергамент Кладем сюда Сейчас На все Два раза В чем фишка За счет Влажной подложки У нас краска Долго не сохнет Мало того Если вы Ну так Профессионально Занимаетесь То вы Можете Даже Положить В холодильник Влажную палитру Через неделю Вытащить И пользоваться Краска Не высохнет И вот Теперь Как раз Когда Мы понимаем Как мы будем Использовать краску Становится понятно Чем удобно Валеха То есть Мы Валеху Открыли Через дозатор Немножко нажали Капельку Выдавили Закрыли И все Наша краска В работе здесь А краска В банке здесь Они никак не пересекаются Краска не пересекается Ни с водой Ни с воздухом Ни с чем И за счет этого Соответственно Прекрасно себя чувствует Десятилетие В отличии От той же цитаты Так Ну хорошо На что наносить краску Мы разобрались Теперь давайте Пару слов о кисточках По поводу кисточек Вообще много Различных заблуждений И разных мыслей Я тоже Я сразу скажу Повторю Вернее Я не супер профессионал Я работаю тем Чем мне удобно Значит На мой взгляд Самые лучшие кисточки Это колонки Причем Размер нам На все На все работы Будет достаточно Двойка Есть популярное Заблуждение О том Что мелкие детали Удобнее красить Единицами Нулями Двумя нулями Четырьмя нулями И так далее Это заблуждение Абсолютно ошибочно Дело в том Что если мы Намочим хорошую кисточку Мы увидим Что кончик у нее Тоненький И остренький Если мы возьмем Кисточку Совсем малого калибра К чему это привезет К тому что За счет малого количества Ворса И малого количества Краски Мы пока От влажной палитры До миньки Эту кисточку Волочем Пока мы там будем Примериваться Вот такую точку Которую надо нам Поставить Она на ней просто Высохнет Это краска Все То есть маленькие кисточки На самом деле Не нужны Для 95% В вашем случае Для 100% Случа То есть нужна Просто хорошая кисть Которая при намокании Дает нам острый кончик Где взять такую кисть Вообще Какую кисть Надо взять Колонок Есть варианты С Соболем Но у Соболя Другая отдача краски Он И он на других денег Вообще говоря Стоит Поэтому Не берем Синтетика Мне кажется Красить синтетикой Тоже Не очень удобно То есть лучше всего Колонки Двойки Значит По бренду Ну Отечественный Рублев В общем-то Перекрывает Все потребности Можно взять Какие-то фирменные Кисточки Совершенно спокойно Но В них будет Скорее всего Тот же самый ворс Что и в Рублеве Или хуже Значит Чтобы сберечь кисточку Что Какие у нас Правила Во-первых Никогда Мы не кладем Кисточку в банку Вот так Чтобы ворс замялся Никогда Вот даже фирменные Банки цитадели Видите Есть специальные Такие вот Стопора Да Чтобы кисточка встала То есть Ворс у нас Никогда не должен гнуться Ни при каких обстоятельствах Заламываться Опять же Когда вы протектор надеваете А вы всегда надеваете протектор Как только закончили работу Вы следите за тем Чтобы у вас Ни одна ворсинка Не загнулась Не заломалась Второе Следите всегда за тем Чтобы ни в коем случае Вот когда мы работаем У вас краска Не попадала вот сюда В корешок В комель кисточки Потому что Что произойдет Если у нас попадет туда краска Она там высохнет Из-за того что она там высохнет Ворс начнет Растаскиваться Она уже не будет держать Вот эту остренькую форму А краски у нас Как вы помните Полимеризующиеся То есть Они водой Уже оттуда Да и даже органическим Растворителем Не вымоются Останутся там навсегда Поэтому даже Если вы видите Что у вас Попала вот сюда Вот конкретно В корешок Краска Сразу же промыли Но промыли Но промыли опять же Не вот так вот Об дно А взяли аккуратненько Если сильное загрязнение Давайте я сниму крышку Постараюсь Все не залить И вот Об боковиночку Вот так вот Потерли ее Аккуратненько Да И аккуратненько Об салфеточку Промыли Кисточка Это наш Ваш Основной инструмент И кисточки Надо беречь Стоят они не очень дорого На самом деле Там 200-250 рублей Но При должном обращении Хватит Ну на полгода На год Нормально Именно вот Основная рабочая кисточка Это ваш основной инструмент Колонок двойка То есть если у кого нет И всегда надо иметь свою То есть общественная кисточка Это Ну Мне сложно подобрать Какое-то приличное сравнение Поэтому Просто кисточка у каждого Должна быть своя Да Она не должна быть общественная Потому что Кисть надо беречь Кисть надо беречь За ней надо следить Если за ней не следить Она придет к нему Также нам понадобится Какая-нибудь простенькая Синтетика Для каких-то Легких работ В основном По драйбрашу Либо фирменная Драйбрашевая кисточка Ну вот На самом деле Любая плоская синтетика Нам вполне Для задач Драйбраша подойдет Почему не надо Драйбрашить Основной кистью Потому что Техника драйбраша Вам интересна сухая кисть Или мы потом Про нее еще тоже Понятно Я понял Значит Я потом вам Об этом расскажу Для драйбраша Нужна своя кисточка Потому что Драйбраш Очень сильно Портит кисть Соответственно Нужно взять синтетику Плоскую Которую не жалко И работать ей А мелкую работу Делать соответственно Колонку Мелкую и среднюю Ну что С кисточками Все понятно То есть Двойка колонок Плюс Плоская синтетика На сухую кисть Весь ваш бюджет На кисточки Должен быть Там 300-400 рублей Такого уровня Можно Вот Ну Мне нравятся Конечно Кисти с треугольной Ручкой Они подороже Где-то рублей на 50 Но зато Она не крутится в руке Ее прочнее держишь Но это Не аксиома Также Цитадельские кисточки У меня есть Смотрите Фирменная цитадельская кисточка И тоже уже больше 10 лет Состояние ее Ну Вы сами видите Но Опять же Сколько ей лет Но Смотрите Мы ее намочим Немножко Обсалфеточку промокнем И уже не так все плохо Еще поживет Хотя этой кистью я красил Вообще все И драйбраш И все что хочешь Но Сейчас Таких кистей Games Workshop Уже не делает Они тоже сменили Поставщика Сейчас Кисти У ГВ Форшинки Поэтому Гоняться там И покупать За 500-700 рублей Фирменные кисти Никакого смысла Нет Ну и вообще Я вам рекомендую Опять же Если вы Ну так Чуть-чуть этим всем Увлечетесь Заходить в магазины Не чисто Вот там Типа Хобби Геймс Где Люди Только продают Настолки Либо Ту же лавочку Спуская Где не только Играют Но и Продают И красят Или лучше Вообще Магазин Солдатики На поварском Где люди Именно красят Там Миниатюристы То есть Я например Вот эти кисточки Покупал в солдатиках Я пришел Сказал Мне нужна Хорошая Там Вернее Там был Такой Наверное Стажер Я говорю Мне нужен Нормальный Колоночек Там Я не знаю Типа Черные речки Что-нибудь такое Но Мне что-то Начал цитадель Показывать А ему старший Продавец Говорит Ты слышите Человек Скал Черную речку Тащим У рублев И все нормально Будет Вот То есть Именно Что Ну и лучше Вообще Покупать Всегда у тех Кто сам Занимается Ну так же Как вы понимаете Нет смысла Спрашивать что-то По поводу Настольных игр У человека Который в них Не играет Да Так же Нет смысла Общаться С человеком По поводу Покраски Которая Их не красит То есть Он что-то Где-то Слышал Им кто-то Что-то Сказал Или у него Просто На складе Товар Какой-то Залежался Вот вы С этим Товаром И уйдете Дальше Это уже Все Ваше Кисточки Все понятно Отлично Минка Ну Минку Конечно Опять же Вас игровуха Но тем не менее Вот этот шов Ну так В идеале Надо бы Конечно Заделывать В жизни Вы же понимаете Не было этого шва Ну тут Вот на шее И так далее Ну На самом деле Зачастую Даже Профессионалы По росписи Бывает Смотришь Минка Покрашена Вообще Там 300 цветов Там Градиенты Там Космос И при этом Какой-нибудь След от питателя Пресс-формы Или вот как Здесь На пальцах Видите Шов разъема Пресс-формы Он присутствует Ну По уму Конечно Это технологический Элемент Литья Пресс-формы Высокого давления Она состоит Из двух Половин Представляете Програвировано Части В нижней Половине В верхней Половине В верхней Он заполняет Эту форму Остывает Форма Обратно Половина Поднимается Но поскольку Износ формы Он всегда присутствует А также Микросмещение То естественно Из-за того Что пластик Лется под высоченным Давлением Немножечко Выпирает его По месту стыка И вот оно Собственно И есть То есть По уму Это литьевой дефект Который Ну вообще-то Конечно Надо убирать Чем заделывать Заделывать Шпаклевкой Либо у вас Гринстав Да То есть Это тоже В принципе Шпаклевка И результаты Зашпаклевывания Также Швы Аккуратно Хоть наждачной бумагой Там где-то На 500 единиц Финской Просто прошлифовываем Аккуратно Стараясь Не угробить рельеф И уже Ну До или после Грунтовки Конечно До Грунтовка Она уже должна Все закрыть А где мои миньки Их еще не утащили Были две Банки Вот перед тобой Отлично Вот здесь вот Вот вы можете Посмотреть Вот эта минька Моя Вот эту миньку Мне просто дали На каком-то конкурсе Раскрасить Ну как бы там Какой-то Фестиваль настольных игр Таких Ну хотите Можете покрасить Типа я говорю Ну давайте Попробую Я покрыл Вы что где-то занимались Я говорю Да ну так Ну вот Здесь вот тоже Обратите внимание Прежде всего конечно На руку пальцы Вот по пальцам Обычно швы Здесь по-моему Я убирал Я тоже не помню Это минька Лет 7 назад покрашена Это непонятно Если что-то где-то было Честно говоря Так это так Вот это наше Как бы мы так и должны Сделать Чтобы было непонятно Было что-то или нет То есть все швы Все следы От питателей То есть там где Пластик подается Из формы На деталь Следы от толкателей Это все по-моему Должно конечно убираться Ну потому что На настоящем орке Нету шва разъема формы Потому что Орк он растительного происхождения А не промышленного То есть если у нас Какой-то конструкт Да Литой из чего-то Из металла Или из чего-то еще То на нем может быть шов Да Ну потому что Он так изготовлен И по лору Но поскольку орки Если я правильно помню Это растительного происхождения Да Существа То у них швов быть не должно Их не отливают в формах Вот поэтому С этим тоже надо работать После того как мы убрали Все следы от питателей После того как мы убрали Все швы После того как мы убрали Все щели Мы миньку нашу Грунтуем Грунтовать нужно обязательно По целому комплексу причин Во-первых Грунт нам Особенно если мы убирали Какие там шпаклевали Что-то еще делали Он нам сразу проявит Какие-то дефекты Потому что у нас Пластик блестит Он серый Грунт там например Светло-серый Вы вроде что-то делали Но так смотришь Как бы на неравномерном цвете Вроде нормально Грунтанул Видишь например Там щель все равно Осталась видна Или шпаклевка видна Или еще что-то А также швы разъема формы Вот на негрунтованных миньках Особенно когда они Поблескивают Так немножко Ну как любой пластик Там не так бросаются швы А вот грунтанул Они сразу проявились А еще лучше Они у нас проявятся После окраски А еще сильнее После драйбраша Опять же почему Мы будем в основном Работать драйбрашем Сегодня Это самая простая техника И вот драйбраш Как раз выделяет Выступающие части А шов Выступающий Он самый выступающий Его сразу же будет видно Сразу же будут бросаться в глаза Вот Во-вторых Для того чтобы Пластик нормально вытащился Из формы Используют смазку Пресс-форм Соответственно Эта смазка Она тоже остается на пластике Естественно Она Прилеганию краски Не способствует Ну и третий момент Это то что В принципе Поверхность пластика Довольно гладкая Гладкой поверхности Краска хуже цепляется Чем немножко матовой Ну это как бы Все вроде очевидные вещи С грунтованием Одна проблема Ну во-первых Я настоятельно вам рекомендую Да вот у вас Автомобильная грунтовка То есть либо автомобильная Либо модельная Валеховские И Цитаделевские грунты Я не знаю Они бывают Двух видов Они бывают Вот на водяной основе Под аэрограф Ими точно пользоваться Не стоит Они Не шлифуемые И они как бы Как чулок стягиваются Это Неприемлемо Вот такие Аэрозольные грунты В баллонах На нитрооснове Они Во-первых Дают мельчайший слой Да Потому что Помол в баллоне Гораздо мельче Чем вот в такой банке Иначе он просто Через сопло не вылетит Во-вторых Когда мы грунтуем Ну как мы грунтуем Вот так Вот так Движение То есть начинаем И заканчиваем Не на модели То есть вот так Хоп 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 У нас создается Облако Прямо настоящее Облако Вот этого грунта И этот грунт За счет этого облака Он попадает в те места Которые мы даже При напылении аэрографом Мы не закрыли Ну и плюс Грунт в баллоне Очень здорово стягивается То есть даже если мы видим Что мы подзалили рельеф Немножко Вот здесь я например вижу В паре мест В процессе нанесения Рельеф был подзалит Но все стянулось Настолько хорошо Что этого не видно Да То есть Все нормально Мы модель не испортили Вот этим кстати Опасны автомобильные грунты Но они не рассчитаны На такую мелкую деталировку Соответственно Там поверхность Залить проще Ну что С грунтованием Все понятно Да И с обработкой миниатюр Все погрустнели Все поняли Что наверное Будем по старому красить На самом деле Я вам скажу Что это только Ну первый раз Кажется довольно сложно Да Но вы когда Попробуете Сами нормально красить Через важную палитру Обработанную миньку Загрунтованную Обложившись Еще желательно Какими-то там Фотографиями Гайтиками И пару раз Доведя результат До финиша То вы поймете Что Ну как бы Есть свое удовольствие Нормально покрасить миньку Что то Что было раньше Оно как бы Уже немножко не то До встречи Оно как бы Продолжение следует...